Здравствуйте! Алматинская история продолжается. Я нахожусь в нижней части проспекта Аблайхана. И вы не поверите, что когда-то это место было центром города Алма-Аты, который со временем перемещался вверх. И о том, как это происходило, нам сегодня расскажет искусствовед, человек, который знает Алма-Аты от А до Я, Ермек Джангельдин. Центр города Алма-Аты. Где же реально он сегодня находится? Кто-то считает, что центром города является его историческая часть, где сохранились дома и учреждения, построенные в 30-40-х годах прошлого столетия. Это квадрат от проспекта Аблайхана до Тулебаева, улицы Кабанбай-Батыра и Багинбай-Батыра. Кто-то считает центром города. Площадь Абая перед дворцом республики. Кто-то по-прежнему уверен в том, что центр – это торговая улица Жебек-Жулы. Сколько людей, столько и мнений. У каждого своя точка притяжения. Чтобы разрешить эти сомнения и разночтения, мы решили обратиться к мнению экспертов. И совсем неожиданно встречу Наилю Шайхметову Ермек Жангердин, искусствовед, специалист, международник в сфере культуры, назначил здесь, в этой конкретной географической точке, на пересечении улиц Аблайхана Маметова. Мы сейчас находимся на площади, которая до определенного времени носила площадь Коминтерна. Поскольку здесь формировался самый центральный проспект улицы, это был проспект Сталина, но до этого, вы знаете, он был старой Кладбищенской улицей. И, в общем-то, как только ему дали имя Сталина, естественно, весь сразу изменился характер отношений к этому проспекту. Появилась масса таких вот действительно памятникам Энгельдиманову, привели в порядок хорошо здание вокзала и двинулся он в горы. И вот здесь отсюда еще можно было в те времена, когда не было Алмата загружено этими новостройками, можно было видеть силуэт наших прекрасных алматистских гор. Ермек Жангельдин в различные годы являлся директором Государственного музея искусств имени Костеева, директором Центрального государственного музея, заместителем министра культуры Республики Казахстан. Именно поэтому он знает город от а до я, его историю, архитектуру и все монументальные скульптуры и композиции, с которых когда-то начинался наш город. История этого места, в общем-то, она для меня, например, тоже особо значима и для алматинцев много, потому что это самый, наверное, такой лучший и самый красивый сквер, который сохранился на территории нашей старой Алматы. В первозданном виде, по сути? Почти в первозданном виде. И в центре этой композиции, в общем-то, Садово-Парковой стоит памятник Энгельдиманову. Ну, вы прекрасно знаете, кто это, что это. В общем-то, у него такая трагическая судьба, в общем-то, у самого Алматы Гильды была. Сама фигура Алматы Гильды, в общем-то, она со временем стала просто действительно каким-то большим символом. Символами борьбы против угнетения, символами борьбы против, ну, как сейчас говорят, колониальной политики царского режима. Вокруг него, в общем-то, в Тургайе объединились местные жители, и, в общем-то, весь Казахстан поднялся. И началась вот эта всем известная борьба с 16-го года против призыва казахов на Вторую мировую войну, против этих целовых работ. И Энгельды постепенно, он и прожил-то недолгую жизнь, в общем-то, в 19-м году его не стало. И вот эти небольшие несколько лет сделали его просто каким-то национальным символом. И вот Амангельды Иманов действительно вот как-то очень органично вошел в эту политическую структуру, которая тогда существовала. И, естественно, в 1938 году был снят первый фильм, знаменитый фильм Амангельды, вы помните, фильм Левина, и он стал повестен казахским Чапаевым. Вот он, собственно, нес такое, потому что и детей дозывали Амангельды, и все фильмы знали на цитаты, и все раскадровки, все помнили люди, и ходили с семьями, и ходили. И, в общем-то, это было большое событие для Казахстана, что вот впервые национальный герой такого уровня выходит на большую арену. Он всегда был. И в этом был и Абельхан Костеев, вы знаете, его посвященный Амангельды. Были и другие художники, которые всегда обращались к этому образу. Но самой кульминацией, в общем-то, этого всего было, наверное, создание памятника конной статуи Амангельды Имана в городе Алматы. И вот сейчас, если мы посмотрим на этот монумент, и здесь можно было бы говорить о величайшей, в общем-то, художественной такой оценке этого сооружения. И то, что памятник Амангельды Имана был создан, ну, по двум, по-разному. Он, видимо, начат был в 1947 году, а вот закончен он и открыт был в 1950 году. Это первая монументальная скульптура, посвященная революционному деятелю, в общем-то, на территории Алматы. И здесь вы видите, автор этого памятника, вот, дагестанский скульптор Аскар Сарыджа. Но, действительно, он был до этого очень уже известен, после революции, и в 30-е, и в 40-е годы, в общем-то, у него были памятники достойные. И поэтому ему, наверное, советское правительство и поручило создать вот памятник Амангельды. Эта скульптура очень органично вписывается в парковую композицию. Несмотря на размеры, она очень пластична и естественна. Высота памятника 6 метров 30 сантиметров. Сама пластика этой скульптуры говорит, конечно, о большой такой монументальной мысли, что, действительно, такой герой, как Амангель Дейманов, блоговечен, увековечен. И вот этот материал, который так красиво обрабатывается скульптором, он, действительно, ну, создал один из шедевров, наверное, архитектурной, скульптурной такой пластики. Архитектор был местный, тогда еще не слишком, наверное, известный всем, но это был наш уважаемый академик бассейнов, который создал вот эту всю композицию, всю эту композицию и украсил постамент вот впервые так вот казахским орнаментом. И вот этот гранит, я думаю, что этот гранит, конечно, был местный наш, Курдайский гранит, и он очень органично сливается и с памятником, и с этим за всем сквером. В Алма-Ате создавались специальные зоны, зоны такие вот, и памятник, и сквер. И вот такой же первый, пожалуй, опыт вот был создан именно здесь, потому что первоначально этот памятник хотели установить на Алма-Ате 2, вы знаете. Привокзальной. Привокзальной площади. Но в то время у кого-то действительно правильно как-то появились какие-то предложения, что его поставить именно здесь, и вокруг него уже начинается образовываться среда, потому что город рос, город двигался, и, конечно, здесь это был один из таких центральных, таких, наверное, мест города, на котором и стоял этот достойный прекрасный памятник. Ну вот, ответ на вопрос, где же находится реальный исторический центр города Алма-Аты, мы уже почти получили. Почему почти? А потому что сейчас пойдет речь о центральной некогда площади, где когда-то проводились самые грандиозные и значимые события 30-40-х годов прошлого столетия. Алматинцы это место знают и любят, особенно дети. Именно здесь находится детский драматический театр имени Мусрепова. Пермек, вот это был центр Алматы, по сути, в то время. В 50-е годы. Проходили здесь демонстрации, праздники? Нет, он здесь вот именно. Ну, я имею в виду вот на… Ну да, эта площадь была, она центральная, в общем-то, здесь были, это, как называем, площадь Коминтерна. Коминтерна, да. Площадь Коминтерна. Трибуна там находилась, да? Нет, ее выставляли, как всегда, на период празднования. И поэтому, если вам интересно, пройдемте и посмотрим. Ну, что касается самой площади Коминтерна, она каким-то естественным образом сформировалась здесь. Потому что здесь находился, когда-то на этой площади находился храм, который был построен еще до революции. Храм, по-моему, Девы Марии посвящен. И он пострадал во время землетрясения 11-го и 900, еще какого-то, 890-го, сейчас не помню. В общем, во время двух землетрясений он сильно пострадал. И его, после, естественно, революционных событий, которые наступили, его не стали восстанавливать, и его снесли. Но то, что здесь всегда существовал плац, это несомненно, потому что улица Панфилова, следующая, после нашей старой кладбищенской того времени, Панфилова, это была улица Казармина. Там находились казармы. Самое название говорили? Да, там были воинские части, естественно, у них был плац, на котором они оттачивали свое воинское мастерство. И вот здесь, вот на этой площади, вот видите, какая она достаточно большая по размеру, после революции стали проходить определенные массовые такие мероприятия, которые очень любили вперед советской власти. Здесь были парады, посвященные революции, проходили, ну, всякие, 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 я даже перечислять не буду, массовые городские мероприятия. Здесь возводилась деревянная трибуна, на которой стояли руководители нашей республики, граждане, жители Алматы, в общем-то, всячески выражали свою поддержку революционным событиям. И здесь были, конечно, интересные такие шествия. Но для меня, например, в моем детстве осталось одно, я так вот запомнил, я сейчас помню, это, конечно, конные, конные полки, можно так сказать. Видимо, может, один-то полк был, и вот эти лошади, на которых сидели красноармейцы, вот, красивые, и, в общем-то, это всегда, ну, для нас, мальчишки, это было что-то, это как сейчас, системы Град или Тополь выходят на Красную площадь. Вот для нас в то время Красная Армия с шашкой на боку, это было очень такое большое, интересное такое событие. Ну, поскольку город развивался, город шел, здесь появилась такая идея создать, и наступили как раз уже 50-е годы, вот, и в 57-м году было принято решение, в общем-то, о строительстве казахского драматического, академического драматического театра в городе Алматы. И тогда к нему приступили вот известный, знаменитый архитектор Ряпинский, Кацев. Этот театр был создан в годы как раз Хрущевской оттепели, так называемой, и в те годы, когда резко начали сокращать расходы на строительство, экономия, объявили строительство коммунизма, и поэтому решили идти к коммунизму более экономными шагами. И поэтому это здание архитектурных особых своих каких-то и удивительных каких-то экзерсисов не представляет. Из-за исключения фронтона. Да, из-за исключения вот этого фронтона, который, конечно, создал и был сделан по эскизам известного нашего знаменитого народного художника, нашего Евгения Матвеевича Сидоркина. И вот это первый опыт такой вот большой, монументальный такой композиции, которая украсила вот фасад этого театра. Ну и естественно, что после того, как сюда был переведен детский драматический театр, Тюз, казахский Тюз, здесь появился памятник Габиту Мусрепову. Садыбал, это автор памятника, и архитектор Кацев увековечили бронзы и поставили перед театром. Ну, здесь удивительно тоже хорошая такая рекреация, такая зона парковая. Там фонтаны, когда они работают, здесь вот эти елки. У меня тоже вот это сочетание, вот памятник, там Ангельбинсквер, здесь, он именно хорошая такая Алма-Ата, Алма-Ата наших 50-60-х годов. У проекта «Алма-Атинские истории» есть магическое качество и преимущество. Мы можем спокойно перемещаться в пространстве и во времени. Из 30-х годов, поднявшись, используя алматинский сленг, буквально один квартал от бывшей площади Коминтерна вверх, мы попадаем в архитектурное пространство уже 60-х годов прошлого столетия. Есть у каждого времени года свои примеры. Сегодня мы начинаем наш рассказ по истории города Алма-Аты, по истории нашего государства, по истории нашей страны, по истории нашего народа. И архив кинофотодокументов и звукозаписи будет представлять регулярно документы, кинохронику, из фондов архива. Это очень интересные, уникальные кадры, которые нигде и никогда никто не сможет увидеть, кроме как в нашем архиве. Архив долго и упорно работал над тем, чтобы сохранить эти документы. Первый наш рассказ – рассказ о ЦУМе. Вообще, это было сооружение какого-то стратегического назначения, потому что построен был ЦУМ в 61-м году. Главный вход назначен на улицу проспекта Сталина и юных коммунаров со стороны проспекта Сталина, как главной улицы. Это явится своеобразным акцентом при значительном раскрытии бульвара на улицу юных коммунаров. Второстепенные входы намечены с улицы юных коммунаров и с улицы Горького. В 60-е и 70-е годы в ЦУМе проходили не только какие-то там значимые мероприятия, развлекательные мероприятия. Там ведь даже снимались сцены из художественных фильмов. Я уверен, что мало кто из алматинцев бывал в этом загадочном месте. Вот эти стены, двери – все сохранилось с 61-го года, как был построен ЦУМ. Но для меня это место еще примечательно тем, что много-много лет назад наш известный режиссер Рашид Мугманов снимал здесь эпизод знаменитого фильма «Игла» с Виктором Цоем. Вот такая удивительная история. В магазине фирменном, всюду перемены. Стало лучше некуда, все до мелочей. Я теперь в синтетике, там где манекены. А Маринка Зайцева, всех ци и плащей. Мраборные лестницы. Это уникальные лестницы. И какое счастье, что они были сохранены во время реставрации. Секции и плащей. Наш ЦУМ строился на 200 рабочих мест. Согласно заданию заказчика, в данном проекте предусмотрено использование технологии одесского универмага. После открытия ЦУМа, ЦУМ посещал Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. И весь персонал выстроился торжественно в линейку, встречая Кунаева с улицы Аблайхана нынешней. А Кунаев подъехал с Панфилова и свершил спокойно, пешочком прошелся. И тут все, значит, разворачиваются и бегут. Ну, и документы есть, сохранились. Люда был на белом свете симпатичный парень целый 20 лет. 20 лет, 20 лет. Алматинский ЦУМ был построен в 1961 году. Отмена распределения товаров по карточкам и хрущевская оттепель в конце 50-х годов привели к росту потребления. Эта тенденция вызвала необходимость перехода от мелких магазинов различного профиля к крупным торговым площадкам. По всей стране в областных и республиканских центрах были построены новые ЦУМы – центральные и универсальные магазины, в которых можно было приобрести одежду, электронику, мебель, ткани, посуду и другие товары. Савли, времена меняются, ЦУМ претерпел большие изменения. Но я, когда сюда зашел, перенадил удивиться вот этим перилом, вот этим балясином. Они с детства. Скажи мне, каким образом сумелось сохранить это все? Это же история. Да, это все сохранили до меня. Я относительно молодой руководитель в ЦУМе. И первым делом, когда я пришла сюда на работу, я пришла сюда, чтобы убедиться, что они на месте. Это действительно такое яркое напоминание, яркое впечатление с детства. Эти мраморные ступеньки стертые немножко и эти балясины, которые впитали себе огромную историю. Я очень благодарна, что они до сих пор сохранились. ЦУМ – это флагман был нашей торговли. Связан был с многими заводами, фабриками. Торговля шла. Такая проходимость сейчас не может наблюдаться нигде. И магазин-то был, наверное, самый большой в городе. Смотри, ну помимо того, что ты сохранила перила, ты сохранила самое главное – это коллектив. У ЦУМа есть своя такая история. Это такой живой организм, своя аура. И здесь, наверное, я самый молодой работник. Есть тут, кто работает по 52 года, по 50 лет. И они все как единая семья. Они все друг друга уважают. Вспоминают такие истории, которые вот у меня еще в рождении, я еще не родилась. Они вспоминают эти истории, рассказывают, смеются. Ну, действительно, это большой живой организм. Майя Салмановна, ЦУМ – это был флагман казахстанской торговли, правильно? Да, да. Расскажите, вообще, как работала советская торговля? Это же отработанный механизм такой был. Советская торговля, я пришла в Центральный универмаг в 70-м году, это был налаженный механизм. Очень работников было полторы тысячи человек. Это продавцы, кладовщики, заведующие, товароведы. Мы работали со всеми предприятиями, которые работали в Алмате. Это швейная фабрика, это Дзержинка, меховой, все базы. Все завозили сюда товар. Товар было в изобилии. Продавцы были, выбирали, на конкурсной основе набирали учеников-продавцов. Потом присваивали квалификацию. Требования были очень высокие, потому что много было гостей из других стран, с других республик, с Ташкента приезжали, с Киргизии приезжали. Мы к ним ездили по обмену опытом. А девчонка-то проказница, до свидания не показывается. Он и есть, и пить отказывается. А любовь-то есть, отказывается. Есть. Есть. А друзья и его приятели твердят, что мы других полным-полно. Им полно, им полно. Только он к своей не встречи, меме встречи, все несется. Все равно. Все равно. Все равно. Коллектив был у нас замечательный. Руководители всегда поддерживали работников. И работа спорилась, работали с удовольствием. В день у нас было покупателей, может быть, 50-60 тысяч. Цум бурлил. Во дворе, на дебаркадере стояли машины в очередь, чтобы только успели получить товар, привезти товарный вид и подать в отдел. Это у нас был такой большой, хороший муравейник. Цикл непрерывного действия. Мне было всего один годик, когда было построено это уникальное здание. 61-й год. Прошли годы. Я с удовольствием сейчас вспоминаю, как это все было. Мы прибегали сюда кататься на эскалаторах, потому что это было единственное место, где можно было это делать. Когда повзросел, мы приходили сюда покупать виниловые пластинки. Покупали и смотрели музыкальные инструменты, книги, вещи. Это было место уникальное для тех лет. И самое удивительное, что в сегодняшней истории поделились люди, которые работали в этом здании с самого основания. Это самое главное и самое ценное в этой программе. Аматинские истории продолжаются. Путешествие по этому Аматинскому квадрату, конечно же, было бы неполным, если бы мы не прошлись по одной из самых древних улиц, по небольшому отрезку Шелкового пути. Шелковый путь появился, по-моему, в 18 веке само название. До этого называли фарфоровый путь и нефритовый путь. То есть те основные продукты экспорта из Китая, которые везли из Китая. Ирмек, вот здание, ну красивее я не видел, но эти здания, которые в таком виде сохранилось. Расскажите о нем, потому что я помню, что это был когда-то музей народных инструментов. Это здание послужило, ну вот в память, наверное, о таком выдающемся нашем гражданине, гаража, где дальше в Димаш Холисе Кунаеве, руководитель страны. И здесь обосновался фонд Кунаева. Здание, это оно было построено в 1905-1906 году главой Совета Аксахалов этого города. Представляете, Алматы? Это был такой известный Аксахал Сейдалин, который существует бумага, в которой он просил участок. Здесь он построил свой жилой дом, построил гостиный двор. Но самое интересное, что в годы, вот когда произошло страшное землетрясение, это одно из немногих зданий, которое тоже сохранилось. И в те годы, вот есть историческое такое ментальное подтверждение, что Аксахалин на свои деньги купил 100 юрт, 100 юрт и раздал их всем пострадавшим от землетрясения. И здесь постоянно, день и ночь стояли котлы во дворе этого гостиного дома. Здесь стояли котлы, в которых готовилась еда. И все люди, которые попали в эту катастрофу, они могли здесь обогреться, поесть. Потому что это случилось в ноябре месяце. В Алматы уже в ноябре холодно было. И вот это, вот представитель Совета Аксахалов, то есть он такую отеческую заботу, может быть, по своему городу вот эту проводил. Всего лишь 25 минут эфирного времени. И совсем небольшой отрезок пути от улицы Маметова до Жебек-Жалы. А сколько информации и сколько фактов, известных далеко не всем алматинцам. Например, вы когда-нибудь слышали о том, что наш местный Арбат, до того, как появилось его древнее название «Шелковый путь», назывался в разные времена то путем нефритовым, то фарфоровым путем, то алмазным. Век живи, век удивляйся. Субтитры создавал DimaTorzok